Здравствуйте! Сегодня расскажут Наталья Вячеславовна Караваева, начальник отдела социального развития районной администрации, и Инна Борисовна Стерехова, заместитель заведующего отделом по делам семьи и детей Одинцовского управления социальной защиты населения. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну, казалось бы, только март заканчивается, впереди апрель. Уже известно, сколько средств будет выделено на оздоровительную компанию наших деток? Ну, я, наверное, каждый год повторяю, что организация летняя оздоровительная компания в нашем районе не менее важный и значимый процесс, как и организация образовательного процесса. Ну, а сейчас мы начнем цифр. Итак, в Одинцовском муниципальном районе в настоящее время проживает около 26 тысяч несовершеннолетних в возрасте от 6 до 15 лет включительно. Это как раз тот возраст, который подлежит отдыху и оздоровлению детей в каникулярное время на территории Российской Федерации, Московской области и, в частности, в Одинцовском округе. Нам выделены денежные средства. Прежде всего, это средства бюджета Одинцовского округа. В этом году 21 миллион 600 тысяч. Из средств региона Московской области в качестве субсидий в Одинцовский район поступит более 15 миллионов рублей. На что же будут израсходованы эти денежные средства? Да, вот это только путевки какие-то в лагерях или нет? Нет, нет. Я еще раз повторю, что более 26 школьников проживает в этом году на территории нашего округа. И 70% из них мы планируем охватить активными формами летней занятости. И в первую очередь это дети группы риска. Таких в этом году у нас 2591 человек. Вот 100% охват детей группы риска должен быть обязательно выполнен, как и каждый год. Итак, на что же будут израсходованы денежные средства? Прежде всего, это приобретение путевок в загородные оздоровительные лагеря. Сейчас проводятся конкурсные работы. И совместно с Министерством социального развития Московской области мы участвуем в конкурсе на приобретении 170 путевок в Республику Крым. Наши детки туда поедут бесплатно. И это, конечно, дети трудной жизненной ситуации. Также администрация Одинцовского района, Одинцовского округа будет приобретать более 500 путевок, которые будут бесплатно предоставляться нашим родителям. Какие же родители и какие дети имеют право на получение бесплатных путевок? Я думаю, это телезрителям будет очень интересно. 70% – это дети из семей трудной жизненной ситуации. Прежде всего, малообеспеченные семьи. Семьи, в которых потерян один из кормильцев. Это дети-сироты или дети, находящиеся под опекой. Это дети из многодетных семей. И, конечно же, эти дети, которые стоят на учете в комиссии по делам несовершеннолетних или в нашей инспекции по делам несовершеннолетних в органах полиции. И также 30% путевок – это будет предоставляться тем детям, которые проявили особые успехи в области учения, искусства, спорта, общественной деятельности. Я так понимаю, что эта услуга носит заявительный характер, и для того, чтобы ею воспользоваться, нужно каким-то образом заявить о себе, что нужно сделать, куда обратиться? Абсолютно правильно. Это на портале государственных услуг в личном кабинете нужно подать заявление на предоставление услуги в загородные лагеря в каникулярное время для родителей. Пошагово это происходит. Мы разместим на сайтах наших образовательных учреждений и на сайте администрации Одинцовского муниципального района и Одинцовского округа, соответственно. А какие документы нужны для того, чтобы этой услугой воспользоваться? Дело в том, что Министерством социального развития предоставляются бесплатные путевочки. И у нас несколько другая услуга. Она отличается от той услуги, которая предоставляется администрации. Она называется Организация отдыха и оздоровления детей в Московской области. Это кроме того, совершенно верно. Предоставляются путевочки бесплатно Министерством социального развития. Услуга также заявительная посредством портала государственных услуг. Кто имеет право обратиться через органы социальной защиты? Это дети инвалиды и сопровождающие их лица, и дети трудной жизненной ситуации. Это наши малообеспеченные семьи, семьи, состоящие на учете у участковой социальной службы нашего центра. А в какие лагеря дети могут получить путевки, наверное, с учетом состояния их здоровья, правильно? Да, обязательно, потому что путевочки предоставляются при отсутствии медицинских противопоказаний. Поэтому путевочки предоставляются как и в детские оздоровительные лагеря Московской области, так и в лагерях Краснодарского края и Крыма. Вот, кстати говоря, Наталья Вячеславовна, вы сказали, дети поедут в Крым, а в Краснодарский край поедут наши дети. Да, мы планируем путевки в Краснодарский край и Подмосковье. Еще раз повторюсь, что около 500 путевок будет закуплено нашей администрацией. А с точки зрения безопасности лагеря будут как-то проверяться? Да, в Подмосковье поближе, наверное, попроще. А что касается лагерей, которые на море? Мы всегда делаем выездные комиссии и заранее изучаем именно те лагеря, в которые поедут наши дети. И если выявляются какие-то недочеты, что-то нужно улучшить, то обязательно мы делаем предложения организаторам летней кампании и как в загородных оздоровительных лагерях, так и в лагерях с дневным пребыванием, которые расположены на территории Одинцовского округа. А что касается возраста, социальная защита предоставляет также путевки детям в возрасте от 6 до 15 лет? Да, от 7 до 15 лет школьным возрастом дети едут самостоятельно. Без сопровождения взрослых. Ну а и те взрослые, которые боятся отпускать своих детей далеко, я так понимаю, могут воспользоваться лагерями дневного пребывания, которые работают на базе образовательных учреждений, так? В этом году таких лагерей будет значительно больше. 52 лагеря откроют свою работу на территории наших образовательных учреждений, в школах, лицеи, гимназиях, учреждениях дополнительного образования детей. По традиции, 1 июня в Одинцовском центре эстетического воспитания отмечают с размахом. Наступления детских творческих коллективов, народные игры и конкурсы, мастер-классы. Ребята всех возрастов смогли найти себе занятие по душе. Мальчишки собирали и программировали роботов, а девчонки мастерили украшения. Смотри, вот у нас робот, да? Мы можем его программировать с помощью компьютера, можем управлять с лука, можем с телефона. Я сделала себе браслетик на руку из берега. И сейчас делаю вот такое сердечко из дерева. Кроме того, в этот день по всему Одинцовскому району распахнули двери летней лагеря дневного пребывания. Скучать ребятам на школьных каникулах не придется. Вожатые подготовили насыщенную развлекательную программу, выезды на природу и походы в кинотеатры. В этом году эти лагеря примут более двух тысяч школьников. И эта услуга тоже носит заявительный характер, но писать заявление надо непосредственно в наши общеобразовательные учреждения и учреждения дополнительного образования детей. Но здесь есть нюанс. Какой? В связи с проведением единого государственного экзамена управлением образования определены учреждения, которые будут проводить либо единый государственный экзамен в большем объеме, либо будут проводить лагеря с дневным пребыванием. Поэтому если в школе или в лицея, гимназии нет такого лагеря, то непосредственно нужно написать заявление на директора образовательного учреждения и попросить его ходатайствовать перед другими образовательными учреждениями зачислить ребенка в лагерь дневного пребывания. Наши лагеря действительно пользуются очень большой востребованностью. Питание детей в сутки составляет 220 рублей. Я так понимаю, что скучать нашим детям там не приходится. Безусловно, интересная образовательно-воспитательная программа и соблюдение всех мер безопасности со стороны контролирующих органов абсолютно будут соблюдены в 2019 году, как и в предыдущие годы. А будет большой праздник 1 июня, как это обычно бывает, где защита детей? Конечно, конечно. И весь фестиваль «Звездное лето» также будет проходить в нашем районе, как и каждый год. Старт 1 июня и закрытие 21 июня. Вот, кстати говоря, а оздоровительная кампания от социальной защиты, когда она стартует? Это также первая смена? Она уже стартовала. Нет, когда дети уже отправятся. Нет, у нас дети уже отдохнули и в зимние каникулы, и сейчас вот 6 апреля едут на весенние каникулы. Поэтому у нас оздоровительная кампания уже стартовала. Можно еще озвучить те миры соцподдержки, которые могут оформить родители в плане отдыха и оздоровления. Кроме бесплатных путевочек, они могут обратиться за компенсацией самостоятельно приобретенных путевочек. Какие же это категории? Это многодетные, это дети-инвалиды, сопровождающие их лица, это дети погибших военнослужащих и, конечно же, трудная жизненная ситуация. Подается заявочка также через портал государственных услуг. А документы какие для этого нужны? Документы, ну, во-первых, так как родители это самостоятельно приобрели путевочку, ребятишки отдохнули, и после того, как ребятишки отдохнули, родители подают документы. Заявление, паспорт заявителя, свидетельство о рождении ребятишек, которые отдохнули, документ, подтверждающий пребывание ребеночка в оздоровительной организации, договор о приобретении путевочки и документ, подтверждающий оплату данной путевочки. Ну и, конечно, документ, который подтверждает право на предоставление данной меры социальной поддержки, то есть для малообеспеченных. Это доходы, из расчета которых будет произведена компенсация. А зимой где отдыхали наши дети? Они отдыхали в Подмосковье, в Клинском районе. Чем занимались? Отдыхали. И оздоровали. И все, конечно. В первую очередь, поднимали себе настроение. Вот, кстати говоря, о заявлении для того, чтобы получить путевку, да, и от администрации района, и от социальной защиты, только в электронном виде, или же можно это сделать с личным? Только. Только в электронном виде. Через портал госуслуг. Ну, собственно, это, я думаю, что сделать гораздо проще, гораздо легче, нежели придя в отдел, и, собственно, для этого не нужно никуда и ходить. Единственное, что нужно, это подтвержденная учетная запись, правильно? Абсолютно верно. Абсолютно верно. И подтверждает в основном в МФЦ. А по собственному опыту могу сказать, что это буквально 5 минут потраченного времени, и подтвержденная запись есть, и можно многими... Инна Борисовна, я хотела спросить, скажите, пожалуйста, а если предприятия приобретают для своих сотрудников путевки, они могут получить компенсацию? Да, конечно, это уже не один год предприятий, которые зарегистрированы на территории Одинцовского района в налоговой службе, подают все документы, опять же, сейчас только через портал госуслуг, все необходимые документы о приобретенных путевочках для детей их сотрудников, обязательное условие, чтобы дети их сотрудников были зарегистрированы в Московской области. Все документы подаются, и компенсация производится непосредственно этой организации. А вот если Инна Борисовна сказала по соцзащите, это дети, родители, дети, прежде всего, зарегистрированы на территории Московской области, то предоставление услуг от администрации Одинцовского округа, то это прежде всего на территории нашего Одинцовского округа должен быть зарегистрирован ребенок. Вот, кстати говоря, сроки, в которые мы можем подать заявление, кто хочет присоединиться к летней оздоровительной кампании, они есть? У нас круглый год. Ну, у нас сейчас и до конца летней оздоровительной кампании, до августа месяца, до 31 августа. Наверное, особенно вопрос детского отдыха волнует родители детей с особенностями здоровья. Вот как-то учитывается состояние здоровья детей во время оздоровительной кампании? Безусловно. И надо сказать, что уже четвертый год в Одинцовском районе, теперь уже округе, будут проходить лагеря с дневным пребыванием, таких три лагеря для детей с особенностями, в котором в этом году отдохнет 60 наших школьников. И обращаться надо непосредственно в управление образованием и в образовательное учреждение коррекционной направленности. Но мы также предоставляем детям путевки, которые тоже с ограниченными возможностями, но здесь обязательно должно быть разрешение врача на посещение оздоровительных лагерей загородного типа. Ну, я так понимаю, что социальная защита также уделяет особое внимание деткам с какими-то проблемами со здоровьем. Вот что в этом направлении делается? Совершенно верно. Для детей инвалидов и сопровождающего их лица обязательно предусмотрены бесплатные путевочки и также предусмотрена компенсация. Воспользоваться можно одним, либо бесплатной путевочкой, либо компенсацией. Но для ребеночка-инвалида и сопровождающего лица возможно предоставление двух путевочек в том плане, что одна предоставляется из бюджета регионального, то есть областного, другая из федерального. То есть они подают заявочки и в соответствии с их заболеванием ребеночка-инвалида выстраивается очередь. Очередь электронная. В любой момент они могут зайти на сайт Одинцовского управления социальной защиты и посмотреть эту электронную очередь и посмотреть, какие по очереди стоит на путевочку по данному заболеванию. Я так понимаю, что наши дети хотят не только отдыхать летом, но еще и работать. Наталья Вячеславовна, будут ли трудовые бригады в этом сезоне? Конечно, конечно. И мы очень гордимся тем, что в этом году выделено значительно больше средств на оплату труда наших несовершеннолетних в таких бригадах. 49 общеобразовательных учреждений открывают бригады по ремонту и благоустройству образовательного учреждения с оплатой труда несовершеннолетних. 800 школьников в этом году будут работать в таких бригадах. И за свой труд они получат больше, чем мы могли израсходовать в предыдущем году. По инициативе главы района Андрея Робертовича увеличено количество денежных средств на проведение летней оздоровительной кампании в целом. Поэтому у нас растут и количество путевок, и количество мест в лагерях с дневным пребыванием, и, соответственно, количество мест в бригадах с оплатой труда несовершеннолетних и их оплата. Итак, а теперь о деньгах. Полторы тысячи рублей – это заработная плата, на которую начисляются платы, выплаты и, соответственно, начисление заработной платы, которая также идет из расчета, из бюджета Одинцовского района. Также материальное поощрение, которое составит в этом году 4000 рублей. И если ребенок заключает договор непосредственно с Одинцовским центром занятости, то в этом году он получит 2250 рублей в качестве материальной поддержки от Одинцовского центра занятости, что практически на 1000 рублей больше, чем в прошлом году. Вот давайте посчитаем. 5,5 и 2 до около 8 тысяч рублей. Я считаю, что это очень адекватное финансирование труда несовершеннолетнего. Подчеркну, что прежде всего это не квалифицированный труд, это труд в тех стенах, которые знакомы ребенку, это труд, который четко соответствует возрасту и состоянию здоровья нашего школьника и гарантированное получение заработной платы. Школьник может отработать все три месяца или нет? Нет, он может отработать только один раз. Почему? Потому что у нас это очень востребованная услуга в наших образователях. Все хотят заработать. Да, школьники хотят заработать. О том, как провели они свое лето, они нам расскажут, наверное, в конце августа или в начале сентября, как каждый год мы тоже делаем. И очень приятно слышать от ребят, что для них было важно не только заработать деньги, но еще и принести пользу своей родной школе и приобрести какой-то новый социальный опыт. А предприятие сотрудничает с вами по части трудоустройства детей на летний период? Мы обратились к нашей торгово-промышленной палате и буквально в ближайшее время будет проведено совместное совещание. Мы также пригласили на это совещание наших представителей от управления образованием, от управления культурой, для того, чтобы мы посмотрели, какие ставки в летний период могут быть предложены нашим школьникам. Они должны соответствовать их квалификации и они должны быть именно тем видом труда, который позволяется для несовершеннолетнего. Ну и, наверное, последний, самый главный вопрос. Куда обращаться жителям Одинцовского района, если они хотят воспользоваться мерами социальной поддержки, вот социальной защиты населения, где получить справочную информацию? Если сегодня что-то там стало, не стало понятно. Именно справочную информацию? Да, куда какие-то, может быть, телефоны? Да, конечно. Телефон 8495-599-6500. И там ответят на все вопросы? Все, что касается отдыха и оздоровления, ответят на все вопросы. Наталья Вячеславовна, а как связаться с отделом социального развития? Ну, это очень простой номер. 495-596-14-29. Времени до летних каникул осталось не так уж и много, поэтому стоит уже сейчас продумать программу детского отдыха. Спасибо всем, кто провел свое свободное время вместе с нами. До новых встреч на канале ОТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова